МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Циклон Хавер не вызвал серьезных происшествий, зато принес в Беларусь настоящую зиму. Дорожные коммунальные службы в режиме нон-стоп выполняют работы по уборке снега и ликвидируют гололед на дорогах и тротуарах. Госавтоинспекция просит водителей не оставлять автомобили на краю проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники. Кстати, к уборке во дворах подключаются и сами автомобилисты. Они расчищают от снега свои места парковки. В этом году намного легче, потому что у нас много единиц техники, и нам уже легче. То есть мы чистим переходы, подбираем после трактора. Каждый, если хочет, каждое утро выезжает нормально со двора, должен убирать рядом со своей машиной. Ну, хотя бы. Если, я думаю, что каждый, посмотрите, сколько машин стоит во дворе, каждый уберет в метре от машины, то все, будет весь двор уже чистый. По прогнозам синоптиков, завтра североатлантический циклон покинет территорию Беларуси и уйдет на Московскую область. Однако во многих районах республики прогнозируется снег, слабая метель. На дорогах местами гололедится. Характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности. Тем временем Европа приходит в себя после мощного шторма, который обрушился на регион накануне. В результате разгула стихии погибли уже около десятка человек. Последний трагический случай произошел в Польше. На автомобиле из-за сильного ветра, скорость которого достигала 100 км в час, упало дерево. Сложная ситуация и в Германии. В результате мощного наводнения в некоторых регионах до сих пор не восстановлено транспортное сообщение. На северо-востоке страны около 4 тысяч человек остались без света. До сих пор нет электричества. В домах более 8 тысяч шотландцев. Кстати, первое мощное дыхание урагана на себе ощутила Британия. Скорость ветра в некоторых районах превышала 220 км в час. В результате десятки зданий повреждены. А вот в США бушует настоящая снежная буря. Больше всего осадков выпало в Техасе, Арканзасе и Луизиане. Непогода уже стала причиной увеличения ДТП. Ситуацию осложняют и нетипичные для этого региона морозы. А вот в соседней Украине ситуация остается относительно спокойной. В Киеве на Майдане продолжают митинговать всего несколько сотен человек. В целях безопасности под усиленную охрану взят городской телецентр. Накануне некоторые сторонники оппозиции предлагали блокировать подъезды к нему. Напомню, демонстрации продолжались в Киеве всю минувшую неделю. А в прошлое воскресенье у здания администрации президента вспыхнули самые настоящие беспорядки. Митингующие забросали милицию коктейлями молотова и камнями. В ответ страже порядка применили слезоточивый газ. Пострадали сотни человек. Награды нашли своих обладателей. Лауреатами Государственной премии Республики Беларусь 2012 года стали 16 человек. Вручается она раз в два года. Торжественная церемония накануне впервые прошла во Дворце независимости. Почетными наградами были отмечены яркие представители белорусского искусства, архитектуры, науки и техники. Это люди, чьими успехами гордится вся страна. Так высокой наградой удостоены разработчики специальных колесных шасси и тягачей четвертого поколения. В первую очередь новые машины предназначены для использования в военно-технических целях, а также в нефтехимической промышленности. Авто уже заинтересовались в России и странах дальнего зарубежья. Последнее, вот это четвертое поколение, это то, что удалось заводу сделать за последние годы. Нам удалось разработать агрегатную базу, то есть отдельные узлы, потому что невозможно поставить узел с машины, которая везет тяжелую ракету, на, скажем так, изделие, которое перевозит небольшие грузы. Среди лауреатов и ученые, изучившие диагностические возможности наночастиц. Сегодня это одно из самых перспективных направлений науки. Наночастицы могут использоваться для ранней диагностики раковых заболеваний, а также в криминалистике. В ближайшие пять лет, в общем-то, надеемся сделать некие прорывные, прикладные разработки в области, в первую очередь, сверхчастицной диагностики с использованием наших наночастиц. Вот, скорее всего, возможно, это будет диагностика не для человека, не человеческих заболеваний, а для ветеринарии. Хороший старт для будущих олимпийских побед. В нашу страну накануне вернулись белорусские школьники, которые завоевали медали на Всемирной гимназиаде в Бразилии. Белорусы домой привезли золото в метании копья, две серебряные награды в легкой атлетике и плавании, бронзу в беге на 100 метров с барьерами. На шестерых спортсменов сразу четыре награды. Результат достойный самых сильных команд. При этом некоторые личные достижения стали рекордом всей гимназиады. По итогам соревнований белорусская сборная на 13-м месте. Цель поставлена большая, попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро уже со взрослыми. А это один из первых шагов в достижении больших результатов. Новый год с хоккейной символикой. Минские детские сады решили накануне предстоящих праздников нестандартно подойти к украшению. Официальная продукция Чемпионата мира по хоккею стала главным атрибутом новогодней елки и убранства детских групп. Хоккей лидирует среди увлечений малышей. В него играют, его же и рисуют. Мне очень нравится играть в хоккей. Я хочу стать хоккеистом. Уже мы сделали плоскостные изображения талисмана. В холле у нас снеговик, у которого шарф нашего хоккейного клуба «Динамо» и клюшка. В этот раз он в таком костюме, будем говорить. Ну и еще у нас идея. Музыкальный зал еще будет украшаться непосредственно к утренникам. Мы хотим сделать шары с изображением опять же талисмана. Премьера на канале СТВ. Сегодня в нашем эфире стартует интеллектуальное шоу «Умнее не придумаешь». Лицом и ведущим проекта стал Михаил Марфин, легендарный КВНщик, известный российский сценарист и телеведущий. В новом проекте за победу сразятся 16 команд из 16 различных профессиональных сфер. Но только одна из них станет лучшей. Итак, в течение трех месяцев 16 команд, сформированных по профессиональному признаку, будут сталкиваться лбами здесь, в этой студии, для того, чтобы определить, какая же профессия самая губная. Итак, в теле меню новый телепродукт «Умнее не придумаешь» сегодня в 18.30 на канале СТВ. На этом выпуск завершен. Полная информационная картина дня в 19.30. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok